Композитор должен полюбить мой голос. Певица Динара Альева предпочитает аплодисменты во время сценического действия и их отсутствию, не хочет петь в уборной и считает, что молодым российским певцам не надо торопиться на Запад. Об этом солистка Большого театра рассказала известиям в преддверии Международного фестиваля Opera Art, который открывается 13 апреля в Большом зале консерватории. Каким образом отбиралась программа вашего фестиваля? В программе шесть мероприятий, три из которых концертное исполнение опер, Мадам Баттерфляй Пуччини, Русалка Дворжака и Юрнани Верди, а три других вокальные вечера с участием звезд из Азербайджана, Белоруссии, России и Италии. Главным для меня было мое желание спеть ту или иную музыку. Например, я хотела, чтобы прозвучала Русалка Дворжака, ведущую партию в которой я недавно исполняла в постановке Большого театра. Алиева. Солистка Большого театра Денара Алиева Фото, предоставленная фестивалем Opera Art. Однако дебютировала я с этой ролью раньше в Пекинском оперном театре, и у меня были потрясающие впечатления от этого опыта, поэтому я и решила спеть Русалку на своем фестивале. И уже когда все было запланировано, я узнала о планах Большого театра поставить оперу Дворжака. Получилось такое красивое совпадение. Станцуем в Кремле Канкан. Оперные звезды Анна Нетребко-Люсифа и Вазов о сюрпризах для поклонников, отношении к корпоративам и любви к хип-хопу. Что же касается галоконцертов, то тут уже репертуар выбирали солисты. Я им дала полную свободу. Вы проводите уже третий оперный фестиваль. Как вам кажется, за последние годы в России изменилось восприятие оперной музыки. Опера стала популяризироваться, появилось много фестивалей, у публики стало больше интереса именно к оперным исполнителям. Оперная музыка становится модной. Можно сказать и так. Чем отличается зарубежная публика от российской? Наша публика уже более искушенная, потому что в Россию сейчас регулярно приезжают главные мировые звезды. Анна Нетребко, Янас Кауфман, Элина Горонча. Я недавно вернулась с гастролей Большого театра в Тулузии в Париже. Участвовала в исполнении оперы Псковитянка Римского-Корсакова, которая идет редко даже в России. Так вот, французы не аплодировали между номерами, потому что они не знают эту музыку, но по окончании был такой шквал аплодисментов, какой в России не всегда бывает даже на самых удачных концертах. Почему? Потому что наша публика привыкла к большому количеству интересной музыки и ярких имен. А для европейцев это стало событием. Алиева. Солисты Большого театра Динара Алиева, Сепрано, и Винчинцо Костанцо, тенор, в сцене из оперы Джакома Пучини Ласточка в рамках открытия второго международного музыкального фестиваля Динара Алиевой. Opera Art. В Большом зале Московской государственной консерватории им. П.Чайковского фото, Рия Новости, Григорий Сысоев. Для исполнителей хорошо или плохо, что наша публика более скучная. Артисту хочется, чтобы публика если уж аплодировала, то по-настоящему. Это самая большая награда и для дирижера, и для певцов. Мы творим и выкладываемся на сцене полностью. Но не всегда получаем восторженную реакцию, потому что у российской публики есть некоторая присыщенность. Иногда вроде ты выступил не хуже, чем только что в Германии, например, а таких оваций нет. Сатана там правит бал, Мант отметит юбилей влюбленным дьяволом. Мировая премьера оперы Александра Вустина. Редкий пример современной музыки на большой академической сцене. Когда вы поете в оперном спектакле и после арии звучат аплодисменты, вас это радует или, наоборот, выбивает из ритма. Радует плохо, если аплодисментов нет. Некоторые певцы считают, что это не очень правильно, поскольку приостанавливает действия и ломает актерскую концентрацию. Все зависит от постановки. Бывает, что режиссер ставит так много актерских задач певцам, делает действия таким насыщенным, что спектакль становится похожим на художественный фильм. Тогда аплодисменты могут помешать, но их, как правило, и не бывает. Люди настолько увлекаются драматической игрой, что не мешают овациями. А в классической постановке аплодисменты, напротив, почти всегда бывают между ариями и дуэтами, и это не выглядит неестественно. Вам в каких постановках интереснее и комфортнее участвовать? В современных или классических? Мне интересны те и другие, если это сделано с головой. Но даже если постановка консервативная, статичная, я стараюсь внести что-то свое в плане игры. Если же это более современный театральный язык, важно понять концепцию режиссера и поверить ему. Тогда игра бывает естественной, и исполнителю интересно участвовать. Но когда понимаю, что за этим нет никакого смысла и все происходит просто потому, что режиссеру захотелось посадить нас в уборную, то стараюсь от таких проектов отказываться. У вас было такое, что вы играете в постановки действительно хорошего режиссера, но в процессе репетиции говорите ему, я этого делать не буду. Биполярная русалка, большой театр поставил оперу Антонина Дворжака. Главную сцену страны стоит поздравить с обретением замечательной музыки. Было такое, например, в Парме относительно недавно. Итальянский режиссер ставила труба Дура Верди. Она просила, чтобы я весь четвертый акт, в вокальном плане самой сложной Леоноры, спела в дыму. У меня на дым аллергия, начинает слизистая воспалиться, и я сказала нет. Она очень настаивала, потому что отсутствие дыма мешало ее концепции. Тогда я предложила ей взять вместо меня кого-нибудь другого на эту партию. Ей пришлось пойти на компромисс, и дыма не было. Когда оперу ставит режиссер из драматического театра или кино, это хорошо. Да, если он уважительно относится к оперным певцам. Например, Тимофей Кулябин. Ставя Русалку в Большом театре, все время спрашивал меня, удобно ли тебе петь здесь или неудобно? А как удобно? На коленях ты можешь спеть или нет? И это приятно, потому что, когда выходишь на сцену, какая бы драматическая постановка ни была, ты должен петь, и петь качественно. В отношении режиссуры Русалки есть мнение, что вторая половина спектакля не вполне органично для стиля Дворжака и вообще для этой мелодичной музыки. На то у Кулябина и был расчет переломать все стереотипы. Мне нужно было создать такой образ, какой, наверное, я никогда еще не создавала в моих предыдущих работах. Руководство театра и публика были удивлены, кто-то меня вообще не узнал. Алиева. Режиссер Тимофей Кулябин фото, РИА Новости, Владимир Федоренко. Тимофей молодой режиссер, у него еще многое впереди. Мне было приятно с ним работать. Считаю, что это хорошая постановка для Большота театра, ничем не хуже других. Если мы вспомним Русалку в Баварском театре с Кристиней Аполлайс в главной партии, что там творится на сцене. Ну а рыбал. Большой театр объединил Альфреда Хичкока и Джузеппе Верди. В последнее время все чаще говорят, что современные требования к внешности оперных певиц негативно сказываются на вокальном качестве спектаклей. Театрам и режиссерам приходится брать не тех, кто лучше поет, а тех, кто хорошо выглядит. На ваш взгляд, проблема действительно существует? В этой тенденции есть и положительная, и отрицательная составляющая. То, что от певицы сегодня требуется не только хорошо петь, стоя на месте, но и ярко играть, быть актрисой скорее плюс. А минус в том, что многие режиссеры упорно видят ту же Виолетту в травятию 18-летней девочкой и хотят, чтобы ее пела певица соответствующего возраста. Поэтому берут неопытных девочек, которые только начинают карьеру. Но надо учитывать, что партия Верди написана далеко не для такого голоса, который может быть в этом возрасте. Поэтому неизбежно страдает качество. Героиням Верди и Пуччини действительно было по 18 лет, но в 18-е и даже в 20-е физически невозможно спеть Леонару из силы судьбы. Чио Чио Сан в «Мадам Баттерфляй» 15 лет, но ее партия на 4 акта бесконечного пения требует сильного лирико-драматического голоса. Стремиться к возрастному соответствию здесь просто опасно. Как вы видите свою карьеру через 10 лет? Самое главное при таком напряженном графике, который у меня сейчас, сохранить вокальную технику на должном уровне, чтобы можно было подольше петь. Поэтому я не хочу бросаться на партии, которые мне не по голосу сейчас. Часто бывает, что певицы, достигая определенного уровня, слишком поспешно берутся за драматический репертуар и ломают свой голос. Алиева Оперная певица Ринара Алиева выступает в опере «Русалка фото», «Большой театр», «Дамира Исупова». Можете себе представить, что когда-нибудь споите Вагнера? Вольность и вдохновение под занавес 242 сезона «Большой театр» представил оперу о парижской богеме. Нет, думаю, я не буду петь его никогда, потому что это репертуар не для моего голоса. Я могу представить, что однажды спою тоску и Манон Леска, но не Вагнера. Хотя кто знает, что будет через 10 лет. А в опере какого-нибудь современного композитора вы не хотели бы спеть. Я открыта для экспериментов, но, так как времени все меньше и меньше, хочется делать то, что хочется. Но если напишут партию специально под мой голос, то почему бы и нет? Что должен сделать композитор, чтобы вы ответили ему согласием? Он должен полюбить мой голос. Вы много выступаете за рубежом. Отношение к нашим музыкантам за последнее время изменилось. Я видела только доброжелательное отношение и ко мне, и к моим коллегам из России. Сегодня русские поют, мне кажется, по всему миру. Даже по афишам премьерных спектаклей крупнейших театров Европы и Америки это видно. Очень много наших певцов. Наверное, все дело в харизме, которые обладают русские. Плюс ответственность и от природы красивые голоса. Алиева. Солистка Большого театра Денара Алиева Фото, Рия Новости, Григорий Сысоев. Что вы думаете по поводу следующих поколений певцов? Чем они отличаются? Аида в норме, звезда Мундиаля выступила в консерватории певица и оркестре Сатарстана представили программу из произведений 19 века. Они хотят все сделать по-быстрому. Торопятся с репертуаром, будто пытаются охватить сразу все мировые театры. Сейчас много возможностей в разных театрах в молодежных программах, но зачастую начинающие певцы, попадая в такие стажировки, уже вскоре думают, как бы побыстрее нахватать других ангажментов. Я же предпочитаю двигаться, пускай не столь стремительно, но добиваясь максимальных результатов. Близкие часто говорят, что я излишняя перфекционистка. И для достижения сегодняшнего уровня я много работала. Мне радостно осознавать, что вот уже почти 10 лет я солистка Большого театра. Его сцена стала для меня родной и любимой, и я мечтаю занять свое место в славной истории этого театра. А вы сами изменились за эти 10 лет? Конечно. Я не могу сейчас себя сравнить с той девочкой, которая приехала из Баку в Москву. Я стала мудрее, профессиональнее. Вы чувствовали ревность, зависть коллег, когда 10 лет назад вышли на сцену Главного театра России? Когда я переодевалась в гримёрке, наступила на стёкла настолько мелкие, что их не было видно. Может быть, это случайность. Например, до этого там находилась какая-то балерина, и хотели навредить ей. А попалась я. Не знаю. Но я подумала, что тем самым мне сказали, добро пожаловать в театр. Смеётся. Справка из вести Динара Лиева в 2004 году окончила Бакинскую академию музыки. С 2002 по 2005 год была солисткой Бакинского театра оперы и балета. В 2009 году дебютировала на сцене Большого театра, с 2010 стала его солисткой. Лауреат международных конкурсов, народная артистка Азербайджана.